Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 13-15. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря, «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его». Агриппа был ли наместником царя в восточных провинциях и потому назывался царем, или, быть может, он был и сам царем на Востоке, тогда как Нерон владычествовал на Западе и имел резиденцию в Риме? Кесарь по-римски означает император, так как все римские императоры, пока были императорами, назывались кесарями. Однако же названия эти не были собственными их именами. Я заметил это, чтобы кто-либо на основании тождества этого общего названия с именем собственным не подумал, что при одном и том же императоре и Господь наш родился, и Павел умер. Господь родился, как показывает хронология, при Кесаре Августе, а умер через 33 года при Тиберии. Павел же умер при Нероне, спустя 34 года после смерти Господа. Да и Ирод был наместником царя, поэтому и сам назывался царем. Стихи 16-18. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привезти того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Ясно, что Пилат, выдав Иисуса Иудеям, сделал это со злодейской целью, так как он и суд Божий, и закон римский презрел для того, чтобы, предав кровь неповинную на смерть, угодить убийцам. Хотя за такой противозаконный поступок и подвергал соответственности перед императором римским, который и послал его начальникам в пределы Иерусалима. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений. Клеветники возводили на него обвинения, но не доказали его, потому что их клевета и дерзость казались подозрительными, а разбирательство дела не подтвердило ничего. Стихи 19-24. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе, умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велелся держать его под стражу и до тех пор, как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить. Ну, естественно, говорит, о каком-то Иисусе, так как был человек со властью и не обращал внимания на Господа. Затрудняясь в решении этого вопроса, разбор такого дела поставил в недоумение судью, так как дело было выше его понимания. На рассмотрение Августова. Августом, равно как и Кесарем, называет императора. Его же называет и господином, государем. Царь Агриппа II и Вереника в Кесарии и желание их слушать апостола. Стихи с 13 по 27. Спустя несколько дней в Кесарию прибыл, чтобы поздравить Феста со вступлением в должность, царь Ирод Агриппа II со своей сестрой Вереникой или Вероникой, по-славянски Верники. Это был последний царь из фамилии Иродов, с которым этот царствовавший дом прекратился. Он был сыном Ирода Агриппа I, правнук Ирода Великого, брат Друзилы, жены бывшего прокуратора Феликса. Воспитывался он при дворе римского императора Клавдия, который недолго спустя после смерти отца его дал ему во владение Халкес в Сирии, а через 4 года, около 53 года по Рождестве Христовым, всю прежнюю тетрархию Филиппы, тетрархию Лисания, с титулом царя и полномочием иметь попечение и надзор за храмом Иерусалимским, при нем и была окончена постройка всего храма, и избирать иерусалимских первосвященников. Вереника была его родная сестра, бывшая сперва в замужестве за дядей своим Иродом, потом по смерти его жившая в беззаконной связи с братом своим Иродом Агриппой II, потом вышедшая за киликийского царя Полимона и после бывшая в связи с Веспасианом Этитом. Так как Агриппа был в вассальных отношениях к Риму, то потому счел своим долгом поздравить нового прокуратора. Считая Агриппу сведущим во всех иудейских делах, Фест обстоятельно изложил ему все дело Павлова. Рассказ Феста возбудил в Агриппе желание видеть и слышать такого узника, против которого так вооружены иудеи, которого, однако, прокуратор находил невинным. Очень вероятно, что Агриппа и прежде слышал что-нибудь об апостоле, слышал, конечно, и о христианстве, равно как и Вереника, и теперь они рады были случай видеть и слышать одного из самых важных проповедников христианства. Желание высокого гостя было исполнено на другой же день. Агриппа и Вереника с царской пышностью вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. В Кесарии, как резиденции прокуратора, было пять когорт римского войска, и, следовательно, пять тысяченачальников. В общем, собрание это было весьма блестяще и многочисленным, и на это-то блестящее собрание, состоявшее из представителей военного и гражданского ведомства Кесарии, с царем, его сестрой и правителем провинции, был приведен святой апостол Павел в узах. Представляя собрание узника, правитель изложил и побудительную причину. Из представленных против Павла обвинений он вынес убеждение, что по римским законам он не подлежит смертной казни, но составить себе верного суждения о деле не может, а потому хотел бы слышать мнение присутствующих, и особенно царя Агриппы, как знакомого с местными учреждениями и обычаями страны, дабы было, что написать о бузнике государю, то есть императору Нерону. Так как эти слова были прикровенны, то он говорит «Доселе, я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами». Стих 25. «Будет время, когда вы все ясно уразумеете. Это он говорит о времени воскресения. Тогда прямо возвещу вам об Отце». И действительно, в продолжении сорока дней он был и беседовал с ними, вместе вкушая пищу и говоря о Царстве Божием, «Деяния святых апостолов», глава 1, стих 3. «Теперь, будучи в страхе, вы не внимаете словам моим. Тогда же, увидев меня воскресшим и пребывая со мною, вы безбоязненно узнаете все, потому что сам Отец возлюбит вас, когда ваша вера в меня сделается твердою. «И не буду просить Отца о вас», стих 26. «Ваша любовь ко мне достаточно ходатайствует о вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Глава 16, стихи 27 и 28. Так как слово о воскресении немало утешало их, равно как и то, что он говорил «Я пришел от Бога и к Нему иду», то он часто повторяет эти слова. Одно удостоверяло в том, что они веруют в Него правильно, а другое, что они будут в безопасности. Итак, когда он говорил «Вскоре вы не увидите Меня» и опять «Вскоре увидите Меня», ученики, естественно, не понимали этого. Теперь же не так. Но что же значит «Не спросите Меня»? «Не скажите «Покажи нам Отца Твоего» и «Куда идешь», потому что узнаете все, и Отец также будет расположен к вам, как и Я». Теперь они узнали, что будут друзьями Отцу, и это особенно ободрило их. Потому и говорят «Теперь видим, что ты знаешь все». Стих тридцатый. Видишь, как его ответ сообразен был с их мыслями. «И не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя». Стих тридцатый. То есть, прежде чем ты услышал, ты знал, что соблазняет нас, и успокоил, сказав «Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня». Стих двадцать седьмой. Теперь только, после столь многих и великих слов, ученики говорят «Теперь видим». Видишь, как они были еще несовершенны. Вот и теперь вы предадите Меня врагам, и такой вами овладеет страх, что вы не в состоянии будете даже удалиться все вместе. «Но я не потерплю от того никакого зла». Видишь ли, как опять слово его приноровлено к их понятиям. В том-то он и обвиняет их, что они постоянно нуждаются в таком снисхождении. Так как они сказали «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой» стих двадцать девятый, «И потому веруем тебе» стих тридцатый, то он показывает, что и теперь, когда они веруют, они еще не веруют и не допускает их слов. Это он говорит, имея в виду дальнейшее время. Выражение же «Отец со мною» стих тридцать второй он опять употребил для них, потому что всегда и везде хотел научить их этому. «Потом, чтобы показать, что, говоря таким образом, он еще не преподал им знания совершенного, но сказал так для того, чтобы они не смущались мыслями, а им естественно было подумать нечто человеческое, и что они не получат от него никакой помощи, говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир» стих тридцать третий, то есть, чтобы вы не удаляли меня из ваших мыслей, но всегда имели бы в своем сердце. Итак, пусть никто не возводит в догмат этих слов. Они сказаны в наше утешение и полюбви. «Не теперь только», — говорит, — «вы подвергаетесь таким страданиям, и ваше бедствие этим не окончится, но до тех пор, пока вы будете в мире, вы будете иметь скорбь, не теперь только, когда предают меня, но и после. Но будьте бодры духом, вы не потерпите никакого зла. Когда учитель победил врагов, то не должно уже скорбеть ученикам. Но как, скажи мне, ты победил мир? Сказал же я, что не зложил его князя, но вы это узнаете и впоследствии, когда все будет уступать и повиноваться вам». Третье. «И мы, если захотим, можем побеждать, взирая на начальника веры нашей, и идя тем путем, какой он проложил нам. В этом случае и смерть не одолеет нас». Что же, скажешь, «ужели мы не умрем?» Ведь из этого было бы видно, что она не одолеет нас. Но ротоборец не тогда бывает славен, когда не вступает в борьбу с врагом, а тогда, когда, сразившись с ним, остается непобежденным. «Так и мы. Еще не смертны, потому что вступаем в борьбу, но бессмертны, потому что ее побеждаем. Тогда мы были бы смертны, если бы навсегда оставались в ее власти. Потому как не могу я назвать бессмертными самых долговечных животных, хотя они и долго не умирают, так точно и смертным того, кто, будучи поражен смертью, после смерти воскреснет. Скажи мне в самом деле, если бы кто покраснел на короткое время, уже ли бы мы поэтому стали всегда называть его красным? Нет. Потому что это не есть обыкновенное его состояние. И если бы кто побледнел, уже ли бы мы сказали, что он одержим желтухой? Нет. Потому что это состояние минутное. Так не называй же и смертным того, кто на короткое время подвергся смерти. Иначе мы должны будем сказать тоже и о спящих, потому что и они, так сказать, умирают и становятся бездейственны. Но смерть разрушает тела. Что же из этого? Разрушает. Но не для того, чтобы они оставались в тлении, но чтобы соделались лучшими. Будем же побеждать мир. Будем стремиться к бессмертию. Последуем за царем, поставим победный знак. Будем презирать мирские удовольствия и ненужно трудов. Перенесем душу на небо, и побежден весь мир. Если ты не будешь пристрастен к нему, он побежден. Если будешь смеяться над ним, он посрамлен. Мы странники и пришельцы. Не будем же огорчаться ничем печальным. Ведь если бы ты, происходя из славного Отечества и от знаменитых предков, отправился в какую-нибудь далекую землю, не будучи там никому знаком, не имея ни слуг, ни богатства, если бы там кто-нибудь обидел тебя, ты, конечно, не огорчился бы так, как если бы потерпел это дома. Ясное сознание, что ты находишься не в своей, а в чужой стране, помогло бы тебе легко перенести все. И презрение, и голод, и жажду, и все, что бы ни случилось. Так думай и теперь, что ты странник и пришлец. И пусть ничто не смущает тебя в этой чужой стране. Ты имеешь город, художник и строитель которого Бог, а пребывание твое здесь кратковременно и непродолжительно. Пусть кто хочет, бьет, обижает, поносит, мы в чужой стране и живем в бедности. Тяжело потерпеть это в Отечестве, между согражданами. Тогда это величайшее бесчестие и несчастье. Но если кто будет там, где у него нет ни одного знакомого, то ему все легко перенести. Обида бывает особенно тяжела тогда, когда обижают с намерением. Например, если кто оскорбит начальника, зная, что он начальник, тогда оскорбление горько. Если же оскорбит его, приняв за простого человека, то оскорбление не может и коснуться того, кто подвергся ему. Так точно будем рассуждать и мы. Оскорбляющие нас совсем не знают, кто мы такие, то есть что мы, граждане неба, записаны в горнем Отечестве и принадлежим к лику Херувима. Не будем же огорчаться и не станем оскорбления считать оскорблением. Если бы они знали нас, то не оскорбили бы. Но нас считают бедными и ничтожными, не будем и это считать оскорблением. Скажи мне, если бы какой-нибудь путешественник, предупредив на малое расстояние своих слуг, остановился в ожидании их в гостинице, и если бы содержатель гостиницы или кто-нибудь из путешественников, не зная, кто он, стал досадовать на него и поносить его, не посмеется ли он над таким неведением. Это заблуждение не доставит ли ему скорее удовольствия, не станет ли он забавляться им, как будто бы оскорбляли кого-нибудь другого. «Так будем поступать и мы. И мы сидим в гостинице, ожидая наших спутников, идущих тем же путем. Когда мы все будем вместе, тогда узнают, кого оскорбляли. Тогда они поникнут головою и скажут, это тот самый, который был у нас, безумных некогда в посмеянии». Книга при мудрости Соломона, глава пятая, стих третий. Никакая добродетель не достигает совершенства без труда, и до умерения помыслов никому нельзя достигнуть без крайнего притруждения сердечного. Сюда прямо относится слово Господа, Царствие Божие с усилием в землице, и употребляющие усилия восхищают Его. Чтобы духу нашему прийти в мужа совершенно в меру полного возраста Христова и стать един дух с Господом, необходимо ему с большим напряжением всегда бодрствовать и с непрерывным рвением потеть над этим. Достигший же сего, он может уже с апостолом торжественно взывать вся мугу о укрепляющем мя. Почему все внимание наше должно быть всегда устремлено на то одно, чтобы живо возвращать к памятованию о Боге помыслы, от их блуждания и круговращения? Как тот, кто хочет верно возвести и вверху свести свод купола, шнуром из центра постоянно обводит кругом постройку и таким образом дает одинаковое всюду направление округлению ее. Кто же без этого посредства покусится совершить такое дело, тот хотя бы обладал большим искусством, не может соблюсти непогрешительно правильность округлости и одним взглядом не может определить, насколько отступил от нее, не прибегая к сказанному указателю правильности, так и дух наш, если утвердив себе любительную память Божию как некий неподвижный центр, не будет потом, из нее исходя, и с нею обходя в каждый момент все свои делания и труды, и ею, как пробую, определять качество помыслов и начинаний, чтобы одни принимать, а другие отвергать, и ею же, как верным циркулем, давать направление всему делаемому, то никак не построит, как следует, того духовного здания, коего архитектор есть Павел, и не сообщит ему красоты того дома, какой, желая устроить Господу в сердце своем, блаженный Давид, взывал «Господи, возлюбив благолепие дома Твоего и место селения, слава Твоей я». Но несмысленно возведет в сердце своем дом некрасивый, Духа Святого недостойный и всегда готовый разрушиться, долженствуя не славу зато получить отчаимого, но не удостоившего зайти в такое жилище посетителя, то есть Духа Святого, а плачевно быть подавленным, под развалинами своего построения. Через помыслы преимущественно действуют на нас темные силы, и, конечно, нам легче было бы управляться с ними, если бы нас непрестанно и ни в малом количестве не окружали эти недоброжелательные нам враги. Но этого нечего ужасаться. Враги сии точно постоянно наветуют нам, но они только посевают и возбуждают злое в нас, а не принуждают к нему. Если бы им дана была власть не внушать только худое, но и насильственно влечь к нему, то, какое бы ни захотели они возжечь в сердцах наши греховные желания, ни один человек не смог бы избежать греха по нему. Но видим, что как им дано позволение подстрекать нас, так и нам дарованы и сила отревать такие подстрекания, и свобода соглашаться на них. Чего же бояться? Впрочем, если кто боится их насилия и нападков, тому мы с противной стороны предлагаем Божий покров и Божию помощь, которая могущественнее тех, как говорится, более есть иже в вас, нежели иже в мире, кое его заступление с несравненно большей силой поборает по нас, нежели с какой восстает против нас вражеская сторона. Ибо Бог не только внушает добрые дела, но и покровительствует им и до конца доводит их. Так что иногда без нашей воли и нашего ведома привлекает нас ко спасению. И так решено, что никто не может быть прельщен дьяволом, кроме того, кто сам восхочет дать ему своей воле согласие. Что экклезиаст ясно выразил такими словами, «Яко несть пререкание бывающего творящим лукавые вскоре, сего ради уверися сердце сынов человеческих в них, ежесотворите лукавые». Очевидно посему, что всякий согрешает потому, что когда нападают на него худые помыслы, он не дает им точь с отпора противоречием, ибо сказано «Противьтесь дьяволу и бежит от вас». У иного может родиться недоумение, как это эти злые духи входят в общение с душой, нечувствительно разговаривают с нею, всевают в нее, чего не захотят, видят ее помышления и движения и пользуются ими к ее ряду. Но в этом нет ничего дивного. Дух может входить в общение с духом и сокровенно влиять на него, внушая, что ему желательно, ибо между ними, как и между людьми, есть некое подобие и сродство по природе. Но чтобы они взаимно друг друга входили и друг другом овладевали, это совершенно невозможно. Это может быть истиннейшее, приписываемо только божеству. Сказанному предсим нисколько не противоречит то, что бывает с бесноватыми, когда они одержимы духами нечистыми говорят или делают чего не хотят и вынуждены бывают произносить слова, которых не понимают. Известно, что не все одинаковым образом подвергаются при этом влиянию духов. Некоторые так бывают ими овладеваемы, что нисколько не сознают, что делают или говорят, а другие сознают и после воспоминают. То и другое бывает от привтечения нечистого духа. Не так, однако, чтобы он проникал в самую субстанцию души и, как бы слившись с нею и ею некако облегшись, произносил слова и речи устами страждущего. Никак этого сделать они не могут. Это бывает так, что дух нечистый, заседая в тех членах, через которые душа действует, и налагая на них невыносимую тяготу, страшным омрачением закрывает разумевательные чувства души и пресекает их деятельность через такое подавление органов сей деятельности, что, как видимо, иногда приключается и от вина, также от лихорадки, от чрезмерного холода и других болезней, привходящих совне. Чтобы блаженному Иову не замыслил это же сделать дьявол, получивший власть над его плотью, Господь особым повелением запретил ему это, говоря, «Вот я предаю его в твои руки, только душу его сбереги». То есть только не делай его безумным, расстроив седалище души, сделав нашествие на его рассудок и повредив орган ума, посредством которого ему, Иову, необходимо противиться тебе. Впрочем, хотя дух таким образом некако срастворяется с этим грубым и твердым веществом, то есть с плотью, что может быть очень удобно, из этого, однако, не следует, что он и с душой, которая есть тоже дух, может соединяться так, чтобы ее, подобно телу, делать вместилищем своего существа. Это возможно для единой троицы, которая всякое разумное существо не объемлет только, но и проникает. Один Бог весь есть везде и во всем, так что видит и все помышления наши, и все движения внутренние, и все сокровенности душевные. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто предочами его, и он праведно испытывает сердца и утробы. а не Продолжение следует...